Около 900 киосков в городе могут признать самовольно и незаконно установленными. Накануне один киоск уже демонтировали. На очереди еще несколько. Подробности далее в сюжете. Проблемы с временными сооружениями в городе возникли уже давно. Буквально за несколько лет количество мафов выросло почти вдвое. Особенно запомнили запорожцы период появления киосков Купуй-Запорийские, которые устанавливали ночью на придомовых территориях и на подземных коммуникациях. И вот, наконец, городская власть разработала документ, позволяющий в законном русле демонтировать временные сооружения. Первая ласточка – Заводский район, остановка Глазунова. На территории Заводского района у нас где-то порядка 42 мафов, те, по которым есть вопросы, обращения жителей Заводского района. Из них шесть, те, которые относятся к пресловутому Купуй-Запорийске, по которым тоже есть много вопросов, и которые, я думаю, в последствии мы тоже будем, так сказать, с ними разбираться. Прибывший на место событий владелец хватается за голову. Теперь ему придется не только оплатить затраты местного бюджета на демонтаж, перевозку и хранение его киоска, но и заплатить штраф за самовольное отключение от электросети. У нас нету такого деньги, чтобы с вами судиться. Потому что у вас основной силы у вас, не у нас. Мы беззащитные люди вообще-то. А местные жители, пользуясь случаем, указывают представителям власти, на что еще обратить внимание. Говорят, один захудалый киоск, который даже не работал, не показатель. Вот навести бы порядок там, где это реально необходимо. Надо их убрать еще. Чем больше уберем, вот здесь тоже киосков кучу поставили, два их. Но исторически внизу тоже киоски стоят. Одни киоски. Да, это место называют Шанхай. Потому что, ну, очень много здесь занимает территорию, которую можно было бы сделать хотя бы под нормальный рынок. Там, где есть навес, там, где все есть. Где эти киоски просто-напросто убрать. Говорят, разберутся. Но, поясняют предпринимателям, работающим в законном русле, опасаться нечего. Кто имеет все правоустановливающие документы на МАФы, находятся они в комплексной схеме, которая сейчас затвердживается и наполняется. Хвилюваться ни к чему. А те самовольные споруды, которые установлены незаконно, без документов, они будут внесены, согласно этого порядка. А без документов сегодня, по данным главы земельной комиссии, порядка 900 МАФов. Все дело в том, что нынешняя власть инициировала пересмотр комплексной схемы города. И теперь все владельцы временных сооружений должны попасть в департамент архитектуры, чтобы подтвердить законность размещения их сооружений. Пока это сделали только тысячи предпринимателей. Под демонтаж пока попали всего три объекта. Один из них в Александровском районе предприниматель убрал сам, не дожидаясь таких кардинальных действий. Субтитры создавал DimaTorzok